Валя Борисевич, ученица 10-й школы, уверена, она запомнит этот день на всю жизнь. Накануне было столько волнений и подготовки. Мне 14 лет, и я, конечно, волнуюсь, что получила паспорт до сих пор, но я очень рада этому событию. Это трогательное и очень важное событие в жизни каждого человека. Школьники, которых сегодня впервые пригласили в мэрию, а это учащиеся из трех районов города, пришли с родителями. Представитель миграционной службы вручил паспорта, глава Сочи поздравил ребят, отметив важность получения документа. Это действительно большая честь, это большое счастье считать, быть гражданином великой страны. А я думаю, что то, что наша великая страна, это подтверждает многие факторы. Это и Великая Честная война, где мы победили, это и Олимпийские игры, где мы победили. И победили тем, что мы стали лучшим местом проведения Олимпийских игр, и тем, что наши атлеты, спортсмены доказали свое спортивное преимущество. Это все здорово. Ну и победили тем, что у нас очень хороший теперь город. Город красивый. Праздничные мероприятия ко дню российского флага развернулись сегодня во всех районах курорта. Патриотично настроенные молодые люди в парке Ривьера делали всем желающим аквагрим, рисовали триколор. А другие вышли на площадь к Южному молу, чтобы принять участие в автопробеге, который был посвящен Дню официального государственного символа России. Олимпиада, которая подняла необыкновенно патриотизм наших людей. Мы с гордостью смотрели на наших спортсменов, на их победы. Мы смотрели на все мероприятия, которые происходили в городе. И наше сегодняшнее мероприятие – это продолжение праздника патриотизма, гордости за нашу страну. Несколько десятков машин прошли по курортному проспекту до цирка, развернулись и направили в сторону Ривьеры. Подобные акции 22 августа проводятся в Сочи в год уже четвертый год. Присоединиться к участникам автопробега могли все желающие. Все, для кого российский триколор – символ побед сильной страны. Елена Всецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.